В эфире телеканала Север Новости с вами Любовь Пермякова. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ниньском автономном округе не выявлено. Однако эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в регионе среди взрослого населения превышен почти на 100%. В департаменте здравоохранения состоялся еженедельный брифинг по текущей ситуации в Ниньском округе. 6 апреля в Ниньском округе школьники приступили к дистанционному обучению. А в дошкольных образовательных организациях начали работать дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работать на предприятиях с непрерывным производством и в службах жизнеобеспечения. Как организована работа групп, расскажем сегодня в выпуске. В Рио губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный проинспектировал работу медиков и сотрудников ГИБДД на посту ДПС, развернутого 19 марта на Лаевожской дороге на въезде и выезде на зимнюю дорогу Наринмар-Усинск. Окружная столица готовится к очередному весенне-летнему периоду. В муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» поступила новая техника. Это подметально-уборочная машина «ПУМ-15». Принцип работы автоматический. Об этом и другом расскажем в ближайшие 20 минут. В России, по данным на 6 апреля, выявлено 6343 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки число заболевших увеличилось на 954 человека. Режим самоизоляции в ряде регионов сохранится и на эту нерабочую неделю. Более того, в некоторых регионах предписание самоизоляции с 6 апреля будет вручаться и пассажирам, прибывающим из наиболее опасных городов Москвы и Санкт-Петербурга. В Ниньском округе эпидемиологическая ситуация стабильная. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом региональным журналистам сообщили на еженедельном брифинге в Департаменте здравоохранения. Между тем, в округе сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеванию ОРВИ. За последнюю, при этом нерабочую неделю в регионе зарегистрировано 500 новых случаев заболеваний. И если в целом картина по округу кажется вроде бы благополучной, эпидпорог среди всех возрастных категорий населения в совокупности зафиксирован на уровне ниже 7%. То взрослое население только усугубило ситуацию. При этом среди взрослого население эпидемический порог по округу превышен на 98%, а по городу Норинмару на 113%. То есть граждане дома не сидят. И это несмотря на то, что предыдущая неделя президентом страны была объявлена для россиян нерабочей. На сегодняшний день в режиме самоизоляции продолжает оставаться 47 жителей округа, вернувшихся в период пандемии коронавируса из заграничных поездок. 183 человека сняты с карантина. Проведено 467 лабораторных исследований. Все они дали отрицательный результат. Нинский округ дополнительно получит еще 400 тест-систем для определения заболеваний новой инфекции. Режим самоизоляции по сути это режим строгого карантина. Все самоизолированные не имеют права покидать свои квартиры и дома. Однако на деле не все жители округа отнеслись к правилам карантина ответственно. В настоящее время в управление и из управления внутренних дел передано 6 материалов по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях на те граждан, которые было выдано постановление, которые приехали из-за рубежа и должны были находиться на самоизоляции. В соответствии с частью 2 статьи 6.3 данное правонарушение несет за собой административную ответственность в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. И в ближайшее время эти граждане будут привлечены к данной административной ответственности. В России по данным на 6 апреля осталось всего 4 региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Нинецкий автономный округ – один из этих немногих. Жители округа должны соблюдать все меры предосторожности и ответственно относиться к здоровью окружающих. 6 апреля в Нинецком округе школьники приступили к дистанционному обучению. А в дошкольных образовательных организациях начали работать дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работать на предприятиях с непрерывным производством, в медучреждениях и аптеках, в службах жизнеобеспечения, органах власти, а также в организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Соответствующие поправки внесены в постановление губернатора Нинецкого округа о режиме повышенной готовности. Документ опубликован на портале правовой информации. С начала недели дежурные группы открылись во всех детских садах региона, где есть потребность в нахождении здесь детей. Не стал исключением и детский сад «Радуга». Сейчас в такой группе четыре ребёнка. Хотя и субботу, и воскресенье мы плотно работали с родителями, отрабатывали в пятницу, у нас был список ещё и 16 человек, около воскресенья осталось 8, а на сегодня пришло всего четверо. Но родители подходят, и поэтому в плановом режиме на сегодня уже есть информация о том, что завтра подойдёт ещё двое детей. Для того, чтобы определить ребёнка в дежурную группу, родителям необходимо предоставить документ за подписью работодателя, подтверждающий необходимость их нахождения на рабочем месте. Кроме того, в детском саду введён жёсткий утренний фильтр для воспитанников. С сегодняшнего дня у нас введены жёсткие утренние фильтры. Это на основании распоряжения Роспотребнадзора от 5 апреля 2020 года. То есть воспитатель непосредственно выходит, и его родители спрашивают, как чувствует себя ребёнок, нет ли у него каких-то катаральных явлений. Это насморк, это горло, измеряется температура. В случае, если выявлены какие-то признаки ОРВИ, то, безусловно, ребёнка непосредственно мы либо не принимаем, а если уже в течение дня эти признаки выявились, то ребёнок изолируется, вызываются родители, и ребёнок отправляется домой. С 30 марта по 3 апреля все детские сады были закрыты для приёма детей в соответствии с указом президента Российской Федерации 25 марта 2020 года номер 2006 об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. Полностью садик в рамках режима, который продлён до конца апреля месяца, невозможно открыть только дежурной группой. Если есть возможность оставить ребёнка с кем-то дома, то не рассматривать эту дежурную группу именно для данной категории – это уже в крайнем случае, когда вообще, в принципе, не с кем оставить ребёнка. Кроме того, в дежурных детских садах специалисты будут проводить все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению появления и распространения коронавирусной инфекции. В детские сады сейчас принимаются только дети, которые не выезжали не только за границу, но и в другие территории субъекта. Также персонал будет подбираться, опять же, тот, который не выезжал в течение тех двух недель за пределы округа, потому что у нас был указ президента, мы все находились на каникулах и должны были находиться дома, а не выезжать в другие субъекты Российской Федерации. Вместе с тем детям, которые будут приниматься в дежурные группы детских садов, нет необходимости брать медицинскую справку участкового педиатра. Мы решили, что справку они не приносят для того, чтобы и дети, и родители не посещали поликлинику, потому что у нас сейчас вот эти все профилактические медосмотры, они ушли, и чтобы сейчас не давать нагрузку на педиатров, то есть мы решили, что справку они не представляют, но медицинские работники очень качественно проводят утренние фильтры при приеме ребенка в детский сад. Остается добавить, что открытие таких вот дежурных групп это вынужденная мера, и если у родителей все-таки есть возможность оставить ребенка дома, то лучше всего ей воспользоваться. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Временно исполняющий обязанности губернатора Ниньского автономного округа Юрий Бездудный проверил работу поста контроля на въезде в Наринмар со стороны Зимника. Стационарный пост контроля начал работу на въезде в Наринмар с Лаевожской дороги 19 марта. Подробности далее. Как себя чувствуете? Нормально. Кашель, не нас, ничего, все хорошо. Семьера, подъяснили. Подмышку? Да. Медицинская сестра Наталья Лучникова выполняет стандартную процедуру. Всех въезжающих в город она записывает данные, измеряет температуру. Короткий расспрос, как чувствует себя человек, есть ли какие-нибудь симптомы, может, заболевания, насморк, кашель, еще что-нибудь. И в случае выявления температуры выше 37 градусов, значит, сообщается в лечебное учреждение. Значит, человеку говорится, чтобы он находился дома на карантине, и к нему приезжает участковый терапевт. В среднем за 12-часовую смену через медицинский пост проходит порядка 40 человек. Все данные заносятся в специальный журнал. Как много проходит машин в течение суток? По-разному. Вчера, например. Конкретно машины, где-то, может, за 12 часов человек 40 проверяется. Были ли случаи повышенной температуры? Ну, свыше 37, 37, 2, 37, 3. Ну, по человеку смену, наверное, есть. Медицинский контроль на этом участке дороги проходят не только те, кто въезжает в город Зимника, но и жители поселка Красное. Из-за этого количество осмотров увеличилось. Тем не менее, машин, которые прибывают в Зимника, наоборот, становится меньше. Те первичные признаки, которые есть, задаются вопросы и, самое главное, это измеряется температура. При выявлении повышенной температуры сообщается в ту медицинскую организацию, где пациент приписан. Ему рекомендовано добраться до дома и ожидать медика. И в этот же день его посещает обязательно медик. И при определенных признаках также назначает исследование. Если нет, то лечение, которое не связано с коронавирусом. Сотрудники дорожно-патрульной службы останавливают каждое транспортное средство, въезжающее со стороны Зимника, и выясняют у водителя их маршрут. Это нужно, чтобы в случае необходимости быстро установить местонахождение потенциально опасного заболевшего. Здесь после проверки измерения температуры каждого водителя, пассажира, мы записываем адреса. Если у кого-то какие-то признаки появятся, мы сразу же их можем установить по месту их проживания, где они ночуют, тут же приезжает водительский состав из Коми, из Сыктывкара, Кировской области. Здесь они кто в гостиницах останавливаются, кто у родственников останавливаются. По итогам рабочей поездки в Рио губернатор Нинецкого округа отметил, что в целом эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, и действующие меры ограничительного характера на сегодняшний день позволяют удержать ситуацию, при которой случаев заражения коронавирусом в регионе нет. Но в целом, хотел бы еще раз подчеркнуть, мы ищем баланс, некий такой компромисс между ограничительными мерами и тем, чтобы экономика в регионе, она по-прежнему развивалась, чтобы эти ограничительные меры никоим образом не сказывались на экономических показателях региона. Стационарный пост контроля начал работу после того, как было подписано постановление губернатора Нинецкого округа о введении в округе режима повышенной готовности. Документ предусматривает меры, связанные с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Нинецкого автономного округа. Каникулы для школьников закончились, но они остаются дома и продолжают обучаться дистанционно, в том числе и воспитанники детской школы искусств. Еще до каникул здесь разработали свою методику. На пробном онлайн-уроке побывала наша съемочная группа. Педагог детской школы искусств Ольга Родионова проводит дистанционный урок игры на гитаре. За 20 лет трудового стажа, по словам музыкального работника, пришлось преподавать разные формы обучения. Ведь бывает так, что ученики длительно болеют или уезжают с родителями в отпуск во время учебного процесса. Как раз этот опыт взаимодействия на расстоянии пригодился в сложившейся ситуации. Почти у каждого моего ребенка, ученика, есть либо WhatsApp, либо Viber. Либо у их родителей должно быть WhatsApp, либо Viber. Мы с ними связываемся по интернету, и дети мне проигрывают программу, я какие-то напутственные слова говорю, что нужно отработать. Если, например, плохая связь, или ребенок маленький, или, например, родители очень долго на работе находятся. Есть такие родители, которые работают до 8-9. Значит, брат или сестра записывают его на видеосвязь, вернее, делают запись, отправляют мне, и потом я пишу, что нужно отработать. После окончания каникул дистанционное обучение под руководством Ольги Вячеславовны будут проходить 18 учеников. Все они готовы к онлайн-урокам. Впрочем, наладили связь не только музыканты, но и художественное отделение ДШИ. Преподаватель Елена Сумарокова продемонстрировал нам виртуальные картины своих учеников. У нас было домашнее задание, нужно было нарисовать обувь. Вот, мы им, я им просто в группу ВКонтакте у нас с ними создана, нам отправляла фотографию. И они мне, вот, домашнее задание, они мне посылали вот по телефончику. То есть, я их всех смотрю, ставлю им оценку. Несмотря на пустые кабинеты, работа в детской школе искусств у педагогов идет полным ходом. Педагоги настроены очень положительно и очень решительно. Сейчас время каникул, у нас есть немножко вот это время для того, чтобы свою работу выстроить правильно, грамотно, с максимальным удобством для детей и для родителей. Используются все различные возможности выхода с детьми, связи. Ватсап, вайбер и электронная почта. И вот я хочу показать для образца. Вот уже теоретики, то есть это санфеджио, музыкальная литература, им скидываются задания, они отправляют ответы, и педагог распечатывает, проверяет, и если ошибки есть, помечает. То есть, это вот неделя работы одного преподавателя. По словам директора детской школы искусств Ирины Пудовкиной, педагоги все время находятся на связи и готовы к плотному взаимодействию не только с учениками, но и их родителями. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Строительство дороги на Ринмар-Усинск продолжается в штатном режиме. На строительных объектах трудится порядка 180 вахтовиков. Все они приступили к работе до введения ограничительных мер. Автодорога на Ринмар-Усинск является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Нинецкого автономного округа. С 2019 года он реализовывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги НАУМ». Компания-подрядчик из Санкт-Петербурга «Техносфера» в настоящее время ведет активную фазу возведения земляного полотна. Его готовность составляет более 70% и устройство водопропускных труб. Все необходимые для строительства материалы поставлены к месту проведения работ. Протяженность первого и второго этапа дороги составляет более 11 километров. Там завершены работы по устройству выравнивающего слоя. Бермы ведется установка труб. При строительстве объекта подрядчик применяет инновационные технологии и материалы, в том числе и с использованием 3D-системы отсыпки насыпи. Контрактные сроки завершения строительства – 30 октября 2021 года. Протяженность третьего этапа первого участка дороги составляет 12 километров. Работы на нем начались в феврале 2020 года. Подрядчик возводит дорожное полотно с использованием местных материалов. Помимо строительства дороги ему предстоит установить на участке более 10 тысяч погонных метров барьерного ограждения, 115 пластиковых сигнальных столбов и 47 дорожных знаков. Сроки завершения строительства согласно условиям контракта не позднее 20 октября 2023 года. В муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» прибыла новая подметально-уборочная машина «Помп-15» для повышения качества уборки территории. Принцип работы – автоматический подбор смета в мусоросборнике с дальнейшей механизированной разгрузкой в месте выгрузки. На новой машине установлена система пылеподавления, которая имеет два бака для жидкости. Общий объем – 1000 литров. Установлено два ряда разбрызгивателя. В муниципальное бюджетное учреждение поступила новая машина, подметально-уборочная машина «Помп-15» на базе «Газона-Некст». Данная машина предназначена для уборки берутковой части автомобильных дорог с твердым покрытием, а также парков, скверов, пешеходных зон, площадей. Всего на содержании городских дорог, проездов, пешеходных зон, детских игровых площадок, общественных территорий работает 29 единиц спецтехники. Внутри страны в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции во всех регионах временно приостановлена работа курортов и санаториев, а также размещение постояльцев в гостиницах курортных зон России до 1 июня. Пандемия коронавируса затронула и сферу туризма в Ненецком округе. В настоящее время в Центре арктического туризма отменены все туры. Несмотря на то, что в этом году они стали привлекательными для жителей из других регионов, с которыми есть прямые авиарейсы, выполняемые компанией «Руслайн». Региональными властями совместно с нашим новым региональным перевозчиком было принято такое совместное решение о снижении стоимости билетов как в Наринмар, так и из Наринмара. Соответственно, этот зимний сезон, начиная с января, мы очень активно работали. У нас практически два раза в сравнении с прошлым годом увеличилось число туристов. Приезжают к нам туристы из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы. Это все люди, для которых Арктика – это совершенно какой-то новый мир. Деятельность туристического центра приостановлена, но здесь не теряют оптимизма на будущее. Заявки и желания у людей, которые приезжают к нам, есть. Поэтому будем надеяться, что пандемия в скором времени будет сходить на нет, и мы будем принимать также туристов довольных и счастливых. Такова информационная поездка дня. Будьте здоровы и берегите себя и окружающих. Продолжение следует...